Субтитры сделал DimaTorzok Так что его слово для меня закон прошу К сожалению, я не могу у меня заняться Никаких занятий нет Все занятия отменились, а ваша группа вон в кафе Так что прошу, прошу, давайте, проходите Проходите Серега! Смотри, кого я тебя привел Здравствуйте, Ольяна! Привет, ребят! Какой у меня торт! Это вам Ой, спасибо А себе? Нет, я сладкое не ем Ну, я тоже не ем сладкое Только я никому об этом не говорю А? Чтоб не давать за рока? Угадал? Правильная позиция Чем меньше обещаешь, тем проще жить Да У меня еще такое настроение Еще не хочется себе ни в чем отказывать Проблема Дома, на работе помочь Спасибо, вы уже Помогаете, очень вкусно Скажите, а где Сережина мама? Я все хочу с ней познакомиться Мамы нет Нет, потому что нет Вот уже год я отец-одиночка Вы меня, простите, ради бога, я не знала Не извиняйтесь, все в порядке Все живы, здоровы, у нее все хорошо Это я виноват в том, что у Сереги Мамы нет На родителей на своих не смотрелся Они у меня вместе более сорока лет Любовь на всю жизнь, я тоже так хотел Думал, женилась и Ну, как говорится, хочешь рассмешить бога Расскажи ему о своих планах Мне очень жаль Да ну что, все в порядке Жизнь продолжается Лен Я вот что хотел сказать Я очень рад, что мой сын занимается в вашей группе Именно с вами Вы ему очень нравитесь Вы для него большой авторитет Вообще, я думаю, годик-два ваших занятий И я буду не только за его здоровье и спокоен Но и за то, что он будет отвечать за свои слова и за поступки И в этом целиком ваша заслуга Ну, вы преувеличили Ваше, ваше, не спорьте Наверняка Сережа хочет быть похожим на вас Я уверена, что эти мужские качества прививаются ему именно вы А каким, по-вашему, должен быть мужчина? Надежным Не держать слова Не предавать Ну что ж, мне пора идти Дела Заболтал я вас Да нет, что вы Наоборот, вы даже улучшили мне настроение Спасибо Ну, рад, если это так Именно так Вы прекрасный отец Спасибо И я надеюсь, Сережка, когда вырастет, он это оценит Привет Ань, что случилось? А то ты сама не знаешь Я не понимаю, объясни по-человечески Меня Трифилова увольняет с сегодняшнего дня Ну, а я здесь при чем? Ну, не у меня же испытательство, у меня срок заканчивается Он тебя даже со всех групп снял Ты же у нас теперь фаворитка Я же сказала, что я не буду у вас работать Это уже не имеет никакого значения Я своего решения не изменю Мне надоело ее терпеть К тому же она позволяет себе не очень корректные высказывания И создает двусмысленную обстановку в коллективе Все, вопрос решен Приказ я подписал А вы действительно думаете, что так от меня чего-то добьетесь, Владимир Сергеевич? Я не понимаю, о чем вы говорите, Елена Васильевна Не любите, когда вам отказывают? Хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, да, Елена Васильевна? Я хочу вам показать, что у красивой женщины всегда есть выбор А если эта женщина еще и умна То зачастую этот выбор сильно меняет ее жизнь В лучшую сторону Вы стоите гораздо большего, чем имеете Я ответил на ваш вопрос? То есть, если я не уйду Анечку вы не уволите? Ну, я не знаю Я, наверное, смогу ей как-то помочь Все понятно Будьте добры, мне чистый лист бумаги Здравствуйте! Кирилл, я смотрю, у вас полно свободного времени Может, я сам хозяин своего времени? Ну что, вы так бы и простояли здесь весь день Я могла и поздно вечером освободиться Понимаю, я выгляжу нелепо Ваша мама тете звонила У вас, правда, проблемы с сыном Знаете, вас это точно не касается Ну зачем это, Глент? Я хочу помочь Знаете, Кирилл, мне действительно нужно съездить в одно место Правда, это далеко А я думала, ты голодную забастовку объявил Я объявлю Да ладно, ладно, все, ну садись Садись, садись, поешь как следует Истеричка А что, я был не прав? Ну ты наглец Матери нахамил Ультиматумы ей ставил И хочешь, чтобы после этого Тебя правым считали А что ей Вика плохого сделала? За что она ее родокам и училке на съедение отдала? Зачем лезет в мою личную жизнь? Она любит тебя Она заботится о тебе, солнышко Ну хорошо Тогда скажи, почему она меня к отцу в Японию не отпустила? Потому что ты и твоя мама Твоему отцу в новой жизни не нужны Кажется, здесь Давно здесь не были? 16 лет 16, да, ну да А я пойду с вами? Нет, я сама Если что, я здесь Мне нужен Вячеслав Соколов А Соколова нет? А, я понимаю, извините. Девушка, так он в Королеве живет? В Королеве? Да, в спортинтернате, в общежитии. Ему Ваня каждый месяц деньги возит, аккуратно. А мама его... Я не знаю, это Ваня знает. Ясно, спасибо, до свидания. Девушка, только он в больнице сейчас. Как в больнице? Травматология. Я не знаю, что и Ваня знает. Есть телефон. Можем позвонить. Заходи. Ну что, нашли? Он в больнице. Попал под катер на водохранилище. Ну так поехали скорее в больницу. Подожди, это же за городом. Лена, я же сказал, хоть на луну. Да, у нас. У нас ваш Соколов. А вы кем ему приходитесь? Какая разница? Я хочу его увидеть. Да. Ну что, значит, хочу увидеть? Вы же не в музей пришли полюбоваться мумией. Мумией? А что вы думали? Его винтами моторки сильно порезал. Доктор, я хочу его увидеть. Вы его родственница? Жена. Бывшая. Вот он. Правда, без сознания. Под силами обезболивающие. А что, он у вас лежит прямо здесь, в коридоре? Мне что, вместо него пенсионера из палаты выкатить? Посидите хотите с ним? Я за вами вернусь. Ну что, поплыли лягушинками? Нет. Почему? Это что, боишься? Нет, я не буду с тобой соревноваться. Я просто люблю тебя. Значит, ты самый лучший. Понятно. Просто так отдыш мне без борьбы первое место. Ты должна бороться только за первое место. Любишь меня? Конечно. Поплы. Доктор? Да? Скажите, а он выпивший был? Да нет. Мне в одном глазу. Иначе обезболивающие не подействовали бы. И потом, он же на озере с учениками был. А вот спасатели на моторке те, да. Вот поэтому ваши ингредиенты. Я хотела бы перевезти его в другую клинику, где за ним вы присматривали должным образом. И лежал он не в коридоре, а в палате. Ну, в принципе, у нас есть свободная палата. Только платная. Да. Да. Да, я поняла. Лена, я поняла, Лен. Лен, послушай, я хотела... Я хотела сказать тебе что-то очень важное. Нет. Ждать не может. Я сейчас должна сказать. Мам, ну что ты меня пугаешь? Что случилось? Сейчас. Когда он из Японии вернулся, он к нам пришел. Прощения просить. Мириться. Раскаивался. Спрашивал, где ты? Что ты, да как? Ну, я тогда сказала, что ты замуж вышла. Ребеночек у вас. Что ты... Счастлива. Я не могла иначе. Он тебе столько сделал плохого. Я подумала, что без него тебе будет лучше. Алло. Алло. Это Лена? Можно мне с ней поговорить? Она уже трубку повесила. А что с Викой? Вряд ли несчасть до Вики. Она с твоим отцом. С кем? С твоим отцом. А он откуда взялся? Не знаю. Нашла она его. В больнице нашла. Ничего себе. А ты куда? Я сейчас побегу в экспресс-почту за обувь. Нужно деньги срочно перевезти. Ну, все. Будь умницей. Цирк. Кирилл, вы поезжайте. Спасибо вам. Извините, что я вас задержала. Вы все-таки простили? Не знаю. Просто сейчас, кроме меня, ему никто помочь не может. Как он мог? Он же сам виноват. Как он мог вас оставить? Послушайте, это все уже давно в прошлом. Вы езжайте лучше домой. Спасибо вам. Здрасте, мамочка. О, Господи, Боже мой. Напугала? Приветствия, коза. Ты куда пропала? Да никуда я не пропала. Вот зашла вашего раннего проведать. Я так и знала, что вы на связи. Баламуты. Иди домой, родители волнуются, не бойся. Да им без меня только лучше. Да? Много ты понимаешь. Родители любят тебя, несмотря ни на что. Ну, конечно, бывают иногда ошибки. Ты для них дороже всего на свете. Ты это помнишь. Хорошо, бабушка, буду помнить. Давай, давай, иди к нему. А вы... Посижу, посижу, пока. Ой, Господи. Ну, что, какие новости? Сначала ты. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. У меня тут отец объявился. Ох ты. Как здорово. Лен, наверное, так рада. Ну, да. А обо мне не спросишь? Ну, а ты что, не рад? Она же всю жизнь его ждала. Ну, да. Конечно, рад. Он ведь ее бросил. Всю мою жизнь не появлялся, а теперь вот пришел, и она сразу бросилась к этому предателю. Теперь, наверное, домой его притащит. Мое-то мнение никому не интересно. Да ты что? Ну, это ж твоя мама. Ну, конечно, всю жизнь его ждала, а я теперь вообще никому не нужен. Ты рассуждаешь, как ребенок. Так нельзя. Серьезно? А с каких это пор ты стала экспертом в семейных отношениях? Ты ж сама постоянно жалуешься на своих предков. Знаешь, Артем, а я, пожалуй, пойду. Артем? А что случилось с Артом? Вот если его увидишь, то сам у него и спроси. Ухай, верь верь верь! Ухай, верь верь! Не пошел так. Ты мне снишься, ты все время мне снишься, мой единственный сон, прости. Порезы неглубокие. Завтра придет в себя, а через неделю сможете его забрать. Да, спасибо. Ну, надеюсь, к этому времени он сам сможет выписаться. Маленький халат. Ты поела? Мама, я не успела. Слушай, а ты не помнишь, где у нас больничный халат? Помнишь, мы брали, когда Тема лежал в границе? Сейчас дам. В комоде. Ты вообще спала сегодня? Ну, так, подремала немного. А что, я плохо выгляжу? Слушай, надо с работы что-то придумать, я же у тебя уже последние деньги забрала. И чего, разберемся. Ну, что, как он? Выписывать через неделю, к счастью, обошлось без серьезных травм. А что делать будешь? Сюда приведешь? Ну, посмотрим. На свидание прихорашиваешься, Тема. Привет, сынок. Привет. Привет. Что, старая любовь не ржавеет, да? А любовь вообще не ржавеет, сынок? А любовь в курсе, что у него взрослый сын есть? Тема, он же без сознания. У меня просто не было возможности ему сказать. Не было возможности или желания. Тема. Не старайся, я и так все понял. Лена, послушай, ты не уходи от темы со Славой. Послушай меня, не спеши, у тебя все-таки сын есть. Мам, Тюма уже взрослый ребенок. И Слава его отец. Быстро ты его простила. Да никого я не простила, мам. Знаешь, я сто раз представляла, как он появится, ждала, что он попросится обратно. Я обязательно такой весь жалкий, жизнью побитый. А я его с лестницы. А сейчас, я не знаю, ну что, что мне теперь, не ехать к нему? Знаешь, ты для него сделала все, что могла. Даже больше, чем могла. Даже больше, чем он того заслуживает. И что? Он сломал твою жизнь. Он свою жизнь сломал. Знаешь, от меня я в жизни как-то... У тебя были такие варианты. И что? Ты хранила верность этому своему. Ну, неужели ты не понимаешь? Ну, не нужны были мне эти бренды? Ну, вот нужен был мне этот единственный. Ну, что он мне теперь делает? Ты, доченька, сама решай. Только помни, пожалуйста, что у тебя есть ребенок. Это бред какой-то. У меня нет жены. Она всю ночь возле вас просидела. Ну, что, чемпион, как дела? Да вот, селенок прибавилось, так мы и от еды, и от жены отказываемся. Я не женат. Надо было уточнить, что бывшей жены... И она приходила. Не знаю. Не пускайте ее, пожалуйста. Вот придет, сами разбирайтесь. Здравствуйте. Здорова. Заблудилась? Я Вику ищу. Вика, ну, это школьница, девочка с черной помадой. Победу, что ли? Ну, Виктори. Победа по-английски. А, ну, да. Узнала, что ли? Конечно. А, так где я могу Победу найти? Да вон она. Эй, Победа! Слышь, к тебе пришли? Вика, здравствуй. Здравствуйте, Лена Васильевна. Можно просто Лена? Вика, я хотела поговорить. Говорить вам никто не мешает. Вика, посмотри на меня хоть минуточку. Вика, я хотела извиниться, я была неправда. Я не должна была жаловаться классной. Не забейте, что сделано, то сделано. Попала сильно? Да мы им все равно. У мамы муж новый. Так что им сейчас не до меня, я думаю, они даже не заметили, что меня нет. Я уверена, что это не так, наверняка они тебя уже ищут. Да и Тёма, он места себе не находит, сам не свой. Да ладно, а чужина я сам не пришел. Испугался, маму отправил. Ну вот зря ты так. Он, правда, очень волнуется и, если не веришь, можешь позвонить. Да мы поругались. Из-за чего? Из-за вас. Я ему сказала, что любовь должна быть одна на всю жизнь, как у вас, а он мне, что жить надо настоящим, а не прошлым. Ну а дальше всё слово за слово. Вика, прости меня, я… Я очень ошибалась на твой счёт. И на Тёмку не сердись, он… Он просто маленький ещё и не всё понимает. А я у вас всё-таки не ошиблась. Вы классные. А приходи к нам в гости. Я подумаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло? Я вас не слышу. Ну что ж поделаешь, Кирюш? Сердцу не прикажешь. Ну это ж несправедливо, Галина Константиновна. Ну справедливость в таком вопросе вообще вряд ли уместное понятие. Он не достойный её. Вот вы на неё должны повлиять. Вас послушают. Нет, увольте, я столько лет повлияла на такого результата. А теперь я сама не хочу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Да-да. Это личное. Алло? Да-да, слушай. Я всё понял. Очень жаль. Ну что ж. Вы ведь Кирилл? Это вы маму в больницу возили? Да. А вы, Артём? Да, слышал. Очень приятно. Вы не могли бы мне дать адрес этой больницы? Я хотел бы туда съездить. С отцом познакомиться? Сказать, чтобы не приезжал. Нам и без него хорошо. Вы можете дать мне адрес? Не надо, Виш. Я сам держу. С отцом познакомиться с ней. А если вам нужно, то есть бея? Я сам и без него могу. Но в общем, я не знаю. Сказать его? Я не знаю. Мне даже не нужно. Я знаю. На собаках это была не просто в этой, но я не знаю. Её, в нем dinheiro. Я не знаю. Привет. 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 Значит, ты мне не приснилась. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Только хочется убежать отсюда. Успеешь. Я тебе грушу принесла. Пойду помою. Вам плохо? Нет, все хорошо. Спасибо. Простите, у вас не будет тарелки для фруктов? Да, конечно. Ну вот, груши. А я, пожалуй, пойду. А то ты здесь как на курорте, а у меня еще полно важных дел. Подожди, чего я так быстро? Ну, здесь нельзя посторонним. Ты не посторонняя. Да? А что-то изменилось? Да. Все. Извини, я не готова. Я понимаю, Лен. Просто я должен… Нет. Знаешь, я все-таки должна тебе кое-что сказать. Кое-что очень важное. Я тоже. Хорошо. Давай сначала ты. Нет, мы так уже пробовали, и в тот раз не очень получилось. Давай ты. Ладно. У тебя есть сын, Артем. Шестнадцать лет. Прекрасный парень. Учится хорошо. Да? Да. Я, конечно, хотела тебе раньше об этом сообщить, но ты же не оставил контакта и не появлялся, так что… Я появлялся. А, ну да, мне мама вчера только об этом рассказала. Мог бы вы быть понастойчивее. Мне сказано, что у тебя лучший ребенок, и вы счастливы. Поэтому… Мама хотела как лучше. Прости. Да, Лена! Я не знаю, как сказать, но… Я тебя люблю и любил. Я понимаю, что это глупо, но… И я ничего тебя не жду, просто ты должна знать. Какая трогательная сцена. Так вот он какой, да? Ну, здравствуй, отец. Артем, что ты здесь делаешь? Странный вопрос. Приехал посмотреть в глаза своему отцу. А что, ты против, да? Ну, привет, папа. Что, не рад верить своего сына, да? Да, я твой сын, и знаешь, что я пришел тебе сказать. Даже не думай, что ты можешь вернуться к нам. Ты и мизинца маминого не стоишь, ясно? Ты просто ничтожество. Артем, выйди отсюда. Ага, вот оно как, да? Приехал спустя столько лет, только пальцем поманил, и ты сразу бегом к нему, да? А как же я? Как же мы? Артем, это твой отец. Нет, мне такой отец не нужен. Артем! Артем, подожди. Артем, пока. Гבה приехал. Индия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Игорь Дмитриевич, что вы здесь делаете? Вас жду. Хочу пригласить вас на ужин. Я вас очень прошу. Я даже не знаю, что мне сказать. Ничего не нужно говорить. Я после того, как вас увидел первый раз, ни о чем думать не могу. Только о вас каждый день и думаю. Игорь Дмитриевич, вы видели меня всего пару раз. А сколько раз нужно было увидеться, чтобы это сказать? Сколько? Вам вовсе не надо было об этом говорить. Ну, может, вам не надо, а мне надо. Я даже не знаю, как я теперь без вас, без ваших глаз, без улыбки. Ну, вы же не могли это не почувствовать, правда? Лена, ну, не молчи, скажи что-нибудь. Спасибо вам. Мне никогда никто не говорил таких слов. Даже человек, которого я люблю всю свою жизнь. Ясно. Извините, Елена Васильевна. Да. Насчет Сережки нам нужно выяснить. Он ни с кем не хочет заниматься, кроме вас. Вот такой однолюб вышел. А его слово для меня закон. Хорошо, давайте решать. Моя компания недавно закончила строительство оздоровительного центра. Вы мне нужны там, как консультант и как тренер. Звучит, как сказка. Так вы согласны? Такого предложения сложно отказаться. Только у меня тогда одно условие. Вы должны будете взять Анечку. Ну, хорошо, как скажете. Став, все равно будете вы набирать. Значит, договорились. Да? А, да. Это вам. Спасибо. До свидания. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мам, ну что-то стучаться надо. Да я вазу принесла. Давай я сама. Да нет. Цветы-то я сама поставлю. А ты, доченька, давай, поезжай к нему. Да что ты такое говоришь. Я, я уже все решила. Я вижу. Вижу, я что-то решила. Похоронить себя-то решила. Пап, маму, что ты преувеличиваешь. Доченька милая. Мам, ты всю жизнь ожила и жертвовала собой ради меня, ради любви своей, ради, ради сына. Ты, ты вот хотела, чтоб всем было хорошо. Но ведь нужно же о себе подумать. Да, 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 да. Леночка, любишь ее? Да, ну, да. Все, все, все. Вот ты не слушай никого, не слушай, не слушай. Нет вашего Соколова. Как только начал ходить, сразу потребовал его выписать. Куда же он пошел? Ну, это я не знаю. А как он себя чувствует? Нормально, организм тренированный. Я думаю, бегает уже. Хотя и с палочкой. Здрасте, бабушка. Господи, заходи. Ну, ну, надо же, а? Что случилось? Смена имиджа. Решила выглядеть более оптимистично. Какая же ты красавица. Ну, какая красавица. А как там наш раненый? Живой? Да. Лежит у себя в комнате. Ты проходи, проходи. А с вами все нормально? Натворили мы дел, деточка. Ну, что тут у вас случилось? В общем, она вернулась в больницу, а его там нет. Ну, так его искать надо. Нет, не надо. Она запретила. Сказала, раз так, значит, не судьба. Значит, все будет как раньше. Только она, бабушка и я. Ну, и ты. А ты и рад. Да не рад я. Ну, Лену жалко. Надо его искать. Да как мы его найдем-то, если у нас ни адреса, ни телефона нет? А интернет на что? Здравствуйте. Я ищу Вячеслава Соколова. Он здесь раньше жил. Вы не знаете, где он. А Соколова нет. Да, он уволился и уехал. Уехал? А куда он уехал? Я не знаю. И что, не сказал, когда он вернется? Нет, и Ваня не сказал. На новую работу уехал. А. А, да. Женщина. Ну, давай домой. Женщина, вам плохо? Нет, нет, ничего. Все нормально. Сейчас пройдет. Вы присядьте. Присядьте, присядьте. Я сейчас. Пусть она поспит, отдохнет. Если давление начнет подниматься, сразу же вызывайте нас. Спасибо. До свидания. До свидания. Мам, слушай, ты только не волнуйся. Мы его обязательно найдем. Я тебе обещаю. Спасибо. За что? Ты же меня первый раз мамой назвал. Подумаешь. Оговорился. Болтал. Ладно, давайте домой. Ну, как ты? Лучше? Да, лучше. Доченька, я просто хотела, чтобы ты была немножко счастливее. Видишь, вот получилось. Что случилось, то случилось. Ну, да. И он тоже мог быть как-то, ну, понастойчивее, что ли. Куда он запропастился? А вдруг он не найдется? Ну, если и не найдется. Будем жить, как жили. Прости меня. Девочка. КОНЕЦ 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 Вы пока здесь поговорите, а я поднимусь наверх, поставлю чайник. Классный пацан у тебя получился. У нас. КОНЕЦ 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 Правда, я сейчас хочу. Если ты разрешишь мне остаться, я больше никуда не денусь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ